Актуальные вопросы противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Эту тему обсуждали сегодня в Волгограде участники семинара совещания, представители государственных структур и общественных организаций, занимающихся лечением и профилактикой вируса иммунодефицита со всего юга России. Разговор состоялся в преддверии Международного дня борьбы со спином. Он отмечается 1 декабря. Подробности в материале Людмилы Кухаревой. Мужчина 30-35 лет, с большим стажем употребления наркотиков, имеющий проблемы с законом и нигде не работающий. Так, по мнению специалистов, выглядит портрет ВИЧ-инфицированного человека. За 20 лет врачи поставили диагноз СПИД 8 тысячам жителей Волгоградской области. Есть тенденция, что где-то треть больных – это больные, инфицированные не в ближайшие годы. То есть, когда мы ставим на учет, там проводится комплекс исследований, и видно, что это больные, инфицированные второй, третий, ну то есть 5, 6, 7, 8 лет назад. В группе риска люди, ведущие асоциальный образ жизни. За последний год ВИЧ-инфицированных стали чаще выявлять среди наркоманов, а среди заключенных этот показатель вырос в 4 раза. Назначаются лекарства, передаются, все они на учете, люди, которые к нам приходят, от нас уходят. Все это идет через ВИЧ-центр. То есть, никого брошенных или потерянных нет. Но это так называемая организованная категория. Опасность распространения ВИЧ-инфекции заключается в тех, кто не проходит регулярное медицинское обследование. На них и должна быть сфокусирована основная профилактика, обращают внимание эксперты. У нас немножко иной показатель, чтобы подавляющее большинство нуждающихся и пришедших к нам в наши центры СПИДа получали терапию. Но мы должны думать о том, как прийти, как охватить, как привлечь людей без определенного места жительства, женщин, занимающихся коммерческим сексом, то есть асоциальных людей, которые не приходят в наши центры СПИДа. Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль дискриминации, ноль смертей вследствие СПИДа. Эту стратегию выбрала Всемирная организация по противодействию эпидемии ВИЧ. Как показывает зарубежная практика, это вполне реально. За прошлый год число заболевших СПИДом в африканских странах сократилось на 17%, а в Западной Европе удалось добиться стабилизации. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».